Андрей Боровский, искусствовед, этнокультуролог, куратор проекта «Новоторжские щеголихи. Город Москва». Наш проект иллюстрирует, казалось бы, давно забытый миф о красоте, о величии жительниц Таршка, тех самых новоторок, которые поражали своим видом и своей свободой представление себя всех путешественников, которые через Таршок в минувшие века проезжали из Москвы в Петербург и обратно. Действительно, в Таршке сложился особый тип костюма, который, во-первых, сглаживал границы между сословиями, потому что купеческие жены одевались точно так же, как химщицкие. Крестьяне мечтали приблизиться по уровню достатка и возможности к этим сословиям. Они демонстрировали свою готовность влиться в городское общество. И даже в дворянских семьях хранились старинные костюмы, чтобы показать, откуда мы родом, и по особым поводам дворянские модницы с удовольствием в них облачались. Поэтому, ко времени нашего главного свидетеля Фёдор Солнцев, удивительный художник, который прожил практически весь XIX век, а его как раз альбомы, его историографические и тонографические труды относятся к середине XIX века. Он бывал в Таршке неоднократно, и он запечатлел то, насколько жительницы Таршка отличаются своим костюмом от остальной России. Для него доставали коллекции, для него наряжались дворянские дочери. Но он смог запечатлеть тот образ костюма, который мы не найдем в музее. И именно в этом вызов этого проекта. Мы воскрешаем скорее представление о Таршке. Мы реконструируем художественный образ, который сумел запечатлеть свидетель художника. И в первую очередь для того, чтобы говорить про это. И говорить про это в первую очередь в Таршке. Таржок всегда будет гордым с особой судьбой, с особым расположением, с особым маршрутом. И даже то, что жители Таршка сохраняют как этноним вот это старое именование новоторы и новоторки, это повод найти предмет для местной, но национальной гордости. И понимать, в чем же новоторы и новоторки другие, чем во всей России. Роскошь, внимание к себе, особое отношение к женщине. Возможность женщине достигать многого своим трудом, а не только именем своего мужа. История Таршка приносит для нас очень много женских судеб. Женщины, которые построили бизнес, опередили мужчин, смогли передать это наследование. История Таршка, какой бы старой, архаичной она ни казалась, в ней очень много примеров для современности. Для того, как реализоваться, ну и для того, как умножать мир своей женской красотой. Посмотрим, да, какие-то костюмы, расскажете, может быть, секреты. Основой для всех костюмов становятся акварели Федора Солнцева, созданные для единственного труда его, который не успели опубликовать. Для сборника одежд государства российского. Костюмы самых разных губерний, но именно Таршку повезло больше всего. Там более 12 гравюр, на которых изображены ботоны, потому что Солнцев очень часто в Таршке бывало, гостев и друзей. В Таршке было имение Оленина, его научного руководителя и попечителя. Поэтому эти костюмы, они созданы из современных материалов, сохраняя конструкцию, облик и даже цветовую гамму, так как они изображены на работах Солнцева. В этом костюме есть та вещь, которой мы горжимся более всего. Наиболее точная научная реконструкция – это повойник с ручным золотным шитьем, сделанный по подлиннику из коллекции террористического историко-этнографического музея в Таршке. И все остальное собрано под этот образ. Один из самых загадочных образов – вот этот девичий костюм, аналогов к Таршке, в общем-то, нет пока ни в одном из музеев. Сложные нагруженные украшения, шейный платок, вот эти ленты, расшитые жемчугом, пояса знаменитые, пояса из Таршка с золотным шитьем. Но самым сложным здесь оказался головной убор. По сути, это повязка. Девичий повязка, но в Таршке головные уборы становятся мельче, а поднести крупнее. Женские головные уборы, своеобразные каблучки сидят практически на затылке. И девичий головной убор непонятно на чем держится. Здесь делался пучок волос, как будто другая коса, под которой он заспиливался, а коса, которую девушка демонстрирует до замужества, должна быть главным украшением, да, девичья, краса. И она будет в множестве украшений. Косники, то есть украшения на косе, ленты, ленты с шитьем, отдельные розетки. Никогда не будет видеть край колволос. Коса заплеталась до последнего волосочка. И обилие украшений на конце косы, это как раз для того, чтобы не было видно, не за плетенных концов волос. Это вот как раз косники. Но кроме того, косники помогают фиксировать головной убор сверху, потому что повязка крепится двумя парами лент. Они обхватывают косу, они проходят спереди, и вот таким образом создают этот экзотический облик. Но вот опять же, такого головного убора пока нет нигде. Не найдено, мы знаем его по двум портретам. Мы знаем этот головной убор по акварельным функциям. И здесь, скажем так, практическая реконструкция. Десять попыток завязать на голове, и в конце концов я понимаю, что я завязал правильно. Потому что получилось, потому что, во-первых, получилось как у Солнца, а во-вторых, держится и не падает. Да, то есть иногда у нас вот такой, как сказать, эмпирический путь восстановления того, что до нас произошло. А вот этот костюм, как раз, единственный, который шит не по акварелям Солнцева, но он для культуры Ташка тоже очень важен. Это костюм по портрету Бровяковского, который изображает всех членов семьи Львова, с которыми он очень дружен, и, в частности, Христинью, новоторку, новоторжскую крестьянку, которая была кормилицей для детей в семье Львова. Удивительный маленький камерный около 20 сантиметров портрет новоторгской крестьянки Христиньи. Он находится в Львовской галерее, и, во-первых, он показывает, что Христинья в дворянской среде, ну, как все кормилицы, продолжает ходить в традиционном крестьянском костюме, потому что никакая городская одежда не подходит для ремесла кормилица. Для грудного устармливания не подойдет одежда, которая застегивается на плече или на спине, а традиционный русский сарафан и рубаха позволяют дать грудь ребенку в любой ситуации. Поэтому это становится традицией до 20 века. Кормилицы носят традиционный костюм, но они имеют возможность шить его более богато, из более дорогих тканей, и все элементы этого костюма, они сделаны по костюму, по портрету Боровиковского. И для нас это важно. Это второй художник, который свидетельствует, что было, как бы мы сейчас сказали, трендом в Ташке. Особая любовь к тонким хлопковым кисейным тканям, полупрозрачным, драпирующимся. Это стало самым сложным для того, чтобы найти аналоги современных тканей для этой коллекции. Легкие, вышитые, хлопковые, итальянские, например, кисия, это те ткани, за которыми мы охотились. Кроме того, шелковые, парчевые, сарафаны, тот пояс, который изображен на Христинье, мастер качества, пыталась 3 месяца воспроизвести, и, как честно, мастер сказала, попытка не удалась. Я буду работать год или два, чтобы воспроизвести тот пояс из шелковых нитей. А мы поблагодарили и сказали, вы сделали ту ступень, тот путь, который до вас просто никто не пробовал пройти. Мы не расстаемся, мы не завершаем этот проект. Мы будем работать год за годом, потому что сотрудничество с Российским этнографическим музеем дает нам возможность, в первую очередь, научного исследования. Потому что, если уж где-то и найдутся неизвестные, неопубликованные вещи новоторского костюма, то только здесь, в главном центральном музее этнографических коллекций в нашей стране. И, наверное, самое главное, не то, что мы отшили эти красивые костюмы, как бы сейчас сказали бы, Луки, новоторок, о том, что это первая ступенька к исследованию. На этом пути нас ждет однозначно немало открытий, сюрпризов. А как здорово любому исследователю иметь шанс сделать свое собственное открытие. Экнография, это позволяет о том, как многогранные традиции народов российской России во все времена, как бы мы можем. Это неисчерпанное море, и мы должны исследовать, пока у нас есть возможность. Скажите, пожалуйста, а вот кормилице удобно было расстегивать много пуговиц? Это быстро? Быстро. Быстро. А там на рубашке у нее... Одно, и здесь маленький рис, но у кормилица был бы вот такой голос. Ага, все, я поняла. Да, то есть это все... Поэтому никакой европейский костюм для кормилицы сарафан заменить не смог. Все очень... Вот тут как раз практично. У кормилица будут пуговицы, которые застегиваются и расстегиваются. Это стиль ампир. Да? Вот когда под грудь собирается. Мне очень нравится этот стиль. Потому что, да, потому что еще не ампир, но прям вот дышит в ухо. Потому что это все-таки еще преликус. Потому что, смотрите, опять же, то, что... Это не для кормящей, а для кормилицы. Для кормилицы. Для профессиональной кормильки. Которую крестьянка в Глорианском Санкт-Петербурге будет сплавливать за большой гонорад детей. Это специальная вот эта для нее... Нет, это не специальная для нее. Это просто... Очень красиво. Костяковых лицей. Наватков. Это предполагается, что... Жемчужная поднязь. Да, это каблучок. Ага, вот это. Да, характерный для конца 18 века. Это фатка, фата, которую мы переняли у персов. В персидской. Благодаря тому, что мы стояли, да, как я уже сказала, на главном сухопутном пути, через нас шла вся торговля. И купцы приезжали купцы торговать, и наши жительницы обязательно старались что-нибудь у них перенять. Точно так же, как... Екатерина, подойдите ко мне. Точно так же, как и сарафан. Наши новоторжские модницы носили сарафаны, но оказывается, изначально сарафан – это персидская мужская одежда. В России, в России, ее стали, этот сарафан, такой сарафан стали носить, сделали одежду унисексом и женщиной-мужчиной. А в торжке новоторжки, что сделали? А они берут и отрывают, отрезают и выкидывают рукава. И таким образом сарафан становится новоторжским частью новоторжского костюма. Очень интересно. Да, не было бы торговли, мы бы до сих пор ходили в сарафанах, не в сарафанах, а в рубахах из конопли, в славянках, да, мы их тоже очень любим, и в лаптях. Благодаря тому, что купцы, немщики, город на главном водном сухопутном пути, на Государевой главной дороге, мы благодаря этому мы такие сегодня красивые, традиционные костюмы. А что вы с этими костюмами будете делать? Как их судьба дальше будет? А вот именно наши два костюма, это пошитые, это не грантовые костюмы, они были пошиты заранее. То есть ранее, не заранее, а ранее. А нашим музеем, и есть Екатерина, это моя коллега, мы проводим аттрактивные программы. Демонстрируем. Демонстрируем, да. Встречаем высоких костюм, участвуем в фестивалях, ездим по всей России. А вот те костюмы, которые, грантовые, именно, которые входят в творческий выставочный проект «Россия и Гранатурские щеголихи», их 12, вот мы надеемся, что они войдут в нашу коллекцию и будут стационарной выставкой нашего музея. Спасибо. Спасибо.